Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет обзор на мега популярный телефон от компании Meizu Meizu M2 Note Вот такая вот коробочка у него Вот он сам телефон У меня телефон в таком вот серебристом цвете, с матовой задней поверхностью Вот так вот он выглядит Давайте я вам расскажу сначала про коробку, про комплектацию, с чем он вообще идет Вот такая вот стильная коробка, достаточно большого размера Сзади написаны все его характеристики И вот эта вот дата, как я понимаю, это дата упаковки У меня он за, получается, 1 октября, 10 месяц, 15 года Вот, давайте откроем коробку Здесь у нас адаптер для зарядки телефона на 2 ампера Такого вот белого цвета Но потребуется, как вы поняли, уже переходник на нашей розетке Потому что китайские с нашими не совпадают Есть вот такая вот скрепка Фирменная, Meizu Флайм Тоже они не просто сделали скрепку, как у Apple Там что-то свое придумали интересное Вот так вот она выглядит Я ее не буду сейчас далеко убирать, потому что я покажу потом этот лоток для сим-карт Здесь вот такая вот небольшая книжечка Я вот не знаю, даже это не инструкция, наверное, просто какая-то Может, какой-то сервисный этот талончик И кабель USB, microUSB Тоже белого цвета Тоже вот с логотипом Meizu Все, больше ничего нету Наушники уже практически ни один китайский производитель не кладет свои телефоны Давайте перейдем к самому телефону На телефон у меня наклеено защитное стекло Сразу вам скажу И сразу скажу, что если вы будете брать стекло себе защитное на телефон Meizu M2 Note То не покупайте самое дешевое Я купил самое вообще дешевое стекло Что-то мне стало жалко там денег И оно пришло полностью вообще без... Ну, оно пришло в коробке, но коробка без опознавательных знаков То есть это конкретный такой ноунейм Никакой фирменной там упаковки Просто в картонной коробке стекло И все, я его наклеил и очень об этом пожалел Потому что палец вот по этому стеклу реально очень плохо скользит То есть если сравнивать с другими стеклами, которые я клеил, более дорогими Это стекло конкретно так проигрывает Вот, поэтому если будете брать, то берите подороже Вот Телефон у меня в сером цвете Бывает четыре цвета Это белый, розовый, голубой и вот такой вот серый Ну и большинство, наверное, людей покупает вот этот серый Потому что он лучше всего смотрится По сборке Вообще вот так, если скручивать аппарат, он отлично вообще собран Но есть два косяка, пожалуй, которые мне не понравились Даже три Сейчас я вам расскажу про них Во-первых, вот этот лоток Если вы слышите Я на него нажимаю и он как бы болтается Тут большие довольно зазоры Он сделан не совсем аккуратно Вот видите, да, я его пальцем вот так шевелю Он туда-сюда ходит Он, конечно, не выпадает сам Он никогда не выпадет там сам или еще что-то Он практически не выпирает за корпус Но болтается все равно, это неприятно Хотелось бы, конечно, чтобы не было такого Следующий момент, сразу скажу тоже Это кнопка Кнопка, она громкая То есть Вот слышите нажатие, да? Не знаю, может быть, кого-то это не будет раздражать Но мне лично это не нравится Потому что Она такой имеет неприятный какой-то щелчок И когда вы, допустим, сидите где-то на паре Или еще где-то Где, ну, ставите телефон беззвучный режим Чтобы не было никакого звука Вот эта кнопка Она реально очень громкая И отвлекает внимание там других людей То есть В этом плане мне она не нравится Еще что мне не нравится Это вот этот динамик Он мне не нравится тем, что он вырезан И туда утоплен То есть Такая вот конструкция мне вообще не нравится Мне нравится, как у самсунгов У них он туда не утоплен У них он просто здесь закрыт решеточкой Потому что сюда набивается пыль со временем Вот видите, да? У меня уже набилось И это телефону Ну, я его практически там через день протираю Пользуюсь им А если ему там будет уже год или два Представляете, что там будет Там уже надо будет разбирать все и чистить Вот Что мне понравилось в самой конструкции Это то, что здесь не выпирает камера То есть это сейчас довольно такое редкое явление В основном у всех камера выпирает Ну и давайте я вам покажу сейчас сам этот лоток Лоток здесь комбинированный Либо выставляете сюда две наносим-карты Самые маленькие Либо одну наносим-карту и одну флешку Это, конечно, не очень такое хорошее решение Меня это раздражает Не знаю, почему они не могут сделать, допустим, длинше Вот на немножко, да? И здесь поставить еще одну эту сим-карту и флешку оставить То есть, чтобы было полноценно Две сим-карты и флешка Нет, вот надо делать какое-то вот такое вот Чтобы выбор у тебя вставал перед тобой Телефон у меня на 16 гигабайт Вообще есть еще версия на 32 гигабайта Но ее в продаже почему-то я не встречал То есть все китайцы на Алиэкспресс Там на других каких-то площадках Продают именно вот с 16 гигабайтами И у нас в DNS в России Он тоже продается с 16 гигабайтами встроенной памяти То есть флешку, ну, желательно сюда вставить Не знаю, 16 гигабайт, мне кажется, это уже маловато Так что, а если вы сюда вставите флешку Соответственно, у вас уже симка всего одна будет Вот, это неудобно Убираю скрепку Она мне больше не понадобится Что еще сказать? Ну, давайте пробегу сейчас по элементам Во-первых, здесь неудобно Они сделали вот эту клавишу включения Она на левой грани То есть ее нужно включать вот так как-то Вот этим пальцем Я привык, что у меня кнопка располагается здесь Я ее большим пальцем вот так вот нажимаю А это, наверное, наиболее удобно Вот, слышите, да? Сюда нажимаю, здесь этот лоток болтается Кнопка регулировки громкости тоже слева Сверху разъем под наушники, микрофон Здесь справа лоток и снизу динамик Зарядка и еще один микрофон Сзади у нас камера Как я уже говорил, не выпирает она из корпуса Это очень хорошо Если вы носите без чехла Кладете на стол, чтобы камера не затиралась И двойная вспышка здесь, вот видите Более такой холодный Более такой какой-то теплый Даже в красноту уходит в оранжевый какой-то светодиод Ну и снизу расположился вот фирменный логотип Meizu Уже старый, уже у них новый логотип Design by Meizu, Made in China В руке, по эргономике мне он очень понравился Вообще я смотрел размеры этого телефона Здесь 5,5 дюймов И для такого экрана здесь очень неплохие размеры именно телефона То есть у iPhone 6, 6 Plus размер больше Хотя там экран такой же То есть это реально классно, что они уместили вот такой экран в такой небольшой размер Мне нравится, что здесь скошены вот эти края Телефон очень классно лежит в руке Вот прям приятно Я не знаю, когда берете его в руку Прям такие офигенные ощущения И вот эти края, они никак не врезаются То есть они полностью вот такие вот скошенные Как на, ну не знаю И это как бы, понимаете Это и не Samsung какой-нибудь обмылок как S3 Который полностью какой-то весь закошенный Но и не кирпич там как какие-нибудь Lumi Или еще что там такого из кирпичеобразного есть Не знаю, ну тот же Xiaomi Он более как-то Вот я пользуюсь Redmi Note 2 Он более какой-то такой брусок Его не совсем удобно держать в руке А этот он такой обтекаемый И реально классно ложится в руку Но скользкий Вот из-за этой вот поверхности его легко выронить То есть, ну я ношу его вообще с чехлом Сейчас я его снял, чтобы сделать обзор Поэтому вам тоже советую Ну и к тому же вот эта сама поверхность Матовая Она скорее всего будет затираться Со временем Потому что вот здесь вот уже какие-то у меня есть сколы Даже может она, знаете, будет не затираться А вот скалываться именно Вот как штукатурка Потому что вот здесь какие-то сколы есть Вот здесь он мне уже пришел со сколом на грани Но я за это вернул один доллар Один доллар открыл спор Чтобы он мне вернул вот за этот косяк И он вернул То есть, носите желательно в чехле Ну вот, по внешнему виду, пожалуй, все рассказал Ну, спереди здесь вот датчики, видите, да Специальный вырез на стекле под них И фронтальная камера на 5 мегапикселей Клавиш никаких вот здесь нету Здесь одна кнопка Ну, о ней я сейчас расскажу Все, давайте запускаем телефон Здесь можно вообще очень многими способами запустить Именно активировать телефон Либо с кнопки, либо вот с этой кнопки Либо еще можно тапом двойным Но он у меня выключен в настройках Я его выключил, потому что не всегда он срабатывает Вот это тоже минус Реально не всегда срабатывает Возможно, это из-за того, что у меня наклеено вот это вот стекло бюджетное Может быть, из-за этого Я все время разблокирую вот таким способом Нажимаю вверх, вот все А вы попадаете на рабочий стол Давайте расскажу вам про дисплей Здесь 5,5 дюймов Full HD экран Вроде как от компании Sharp Мне он понравился Углы обзора хорошие Экран насыщенный, сочный Но, как мне показалось, он немножечко Так, сейчас, подождите Немножечко желтит Желтит именно вот на таких вот, на стандартных настройках Если сравнивать с другим телефоном Redmi Note 2, который у меня То есть белый цвет, не такой белый, как на Redmi Note 2 И здесь можно поставить Здесь можно поставить Так, куда я тыкаю Вот, цветовая температура Можно сделать, конечно, похолоднее Вот, видите, да? Здесь есть вот этот бегунок Так что экран можно подстроить реально под себя Как вам удобно Ну, я поставил на средний, пускай стоит Также можно изменить шрифт Тут у меня тоже на среднем стоит Если у вас там какое-то зрение не очень Можно поставить побольше шрифт Это в плане оболочки здесь все очень классно Экран поддерживает 10 касаний Ну, вернее, тач Это тоже неплохо И сам тач у меня даже через стекло работает вообще отлично Вот, как видите, да? Все вообще запускается И за время пользования Вообще никаких проблем с этим не возникало Я им пользовался где-то уже недели две или три То есть постоянно, как основным телефоном И с тачем именно никаких проблем не возникало По производительности здесь установлен МТК-6753 Это восьмиядерный процессор Cortex-A53 Ядра здесь по 1,3 ГГц Если так сказать просто, на бытовом уровне То сама оболочка, она не тормозит вообще Но игры, бывает, подтормаживают Я делал тест игр на этом телефоне Можете посмотреть, я оставлю ссылку в описании То есть для каких-то повседневных задач вам его хватит вообще вполне с головой Допустим, вот в браузере Вы никогда не будете там что-то ждать Пока у вас там долго что-то грузится В каких-то стандартных программах, да? Вот, допустим, калькулятор Вот Все работает достаточно быстро Но в играх, как я повторюсь, уже не очень Не очень это все супер Бывает, проседают кадры Но это, естественно, в таких тяжелых играх В простых играх Таких, как там Subway Surfers, Angry Birds Вы никогда ничего не заметите Никаких лагов Поэтому За такие деньги, я считаю, это нормальная производительность Конечно, есть и производительные телефоны Но здесь тоже каких-то минусов особых я не заметил 2 гига оперативки И при этом, знаете, здесь оперативка Не очень удобно реализована в этой оболочке Здесь, чтобы панель многозадачности вызвать Вам нужно сделать вот такой вот жест Видите, да? Вот так вот вам нужно сделать Меня это бесит, почему? Потому что, когда я, допустим, в интернете Я начинаю листать страницу То есть, я, бывает, начинаю листать страницу Ну, вот, серфю, серфю, да? Скроллю, скроллю, скроллю И у меня, получается, я вот так с самого низа делаю И у меня открывается вот эта многозадачность Это неудобно И, смотрите, здесь, чтобы ее очистить Можно сделать вот так вот Получается, вот так, вниз жест Он все приложения, которые у вас запущены Он все приложения очистит А можно, получается, их по одному вот так вот выкидывать вверх Еще можно их заблокировать Двойным, о, долгим нажатием Не двойным, а долгим, вот просто Держите Оно у вас блокируется И вы, когда будете очищать все Оно у вас останется в памяти Ну, то есть, не знаю Мне оно не понравилось Вот именно вот из-за этого жеста Могли бы они сделать вот Допустим, как на айфоне Два раза нажимаешь, и там вылазит вот эта вот Ну, какая-нибудь строка Но вот это, это неудобно Реально неудобно Вот Дальше Производительность Давайте я вам покажу сейчас тесты Я поставил тесты такие Наиболее Наиболее популярные, наверное Вот Ну, я три теста много не проводил Geekbench 3 Это тест, которому я больше всего доверяю То есть, это никакое не Antutu Который там показывает Допустим, вот приведу пример У вас в Antutu показывает 70 тысяч А у меня, допустим, на моем телефоне 50 Но у меня телефон, который показывает 50 Он будет работать быстрее, чем у вас У вас будет У меня будут игры лучше идти, чем у вас Хотя у вас на 20 тысяч вроде как больше Просто Antutu, он реально не объективно показывает Всю мощь устройства Вот Geekbench Он реально указывает Реальные показатели То есть, видите, да Здесь по одноядерному режиму 580 По многоядерному 2700 практически Это средние цифры Сейчас уже флагманы Ну, за тысячу переваливают Точно в одноядерном режиме Многоядерный, в принципе, можно даже и не смотреть Самое главное Вот эта первая цифра Здесь она 580 Для сравнения В iPhone 6s, в самом новом Вот эта цифра, она около 2500 То есть, представляете, да, разницу В пять раз получается iPhone 6s мощнее этого телефона Но, как я уже говорил Ничего не тормозит Даже вот этих 580 баллов Их хватает для нормальной, комфортной работы Дальше Ну, Antutu для любителей Здесь он показал мне 33 тысячи Что сейчас уже тоже Ну, это уже просто куром на смех 33 тысячи Ну, видите, да, 3D сколько Ну, знаете, я вот так говорю Тоже куром на смех Это если сравнивать с Китаем Если вы берете телефон из Китая Вот это, да, уже куром на смех А если вы в России берете У нас просто в России продают еще телефоны На каких-нибудь старых МТК 6580, 82 Которые вообще набирают под двадцатку То есть, это два разных мира У нас реально в России За такие деньги продают Просто убогое, убогое железо Здесь, из Китая То есть, вот эти 33 тысячи Они уже считаются чем-то не очень У нас, если вы покупаете То это уже как бы Типа навороченный телефон И еще вот этот вот тест Как он называется, я забыл GFXBench вроде Он тестирует графику Здесь он показывает количество FPS На разном тесте Вот можете посмотреть тоже, кто разбирается Скажу сразу, что графика здесь Именно у этого процессора Она слабенькая Мали 720 МП3 То есть, трехъядерный Для игр Знаете как? Для игр он Хорошо оптимизирован Мали, это я заметил Все игрушки идут Оптимизация хорошая Но именно не хватает Не хватает Мощности Потому что здесь он слабый Хотя бы могли бы поставить Я не знаю Мали 760 Они сюда поставили 720 Вообще не топовый И реально не хватает Вот для игр Ну, для крутых игр Для асфальта Для чего там еще Что у меня там еще тормозило Я не помню Ну, в общем, посмотрите Видео про игры Если вам интересно И, кстати, да Интересно такая сложилась ситуация Что в младшем брате Этого телефона Meizu M2 Mini У него процессор Слабее, чем здесь Там 4 ядра 4 ядра Тоже А53 Тоже 1.3 А здесь 8 ядер То есть на 4 больше И видеоускоритель Здесь трехъядерный Там двухъядерный Здесь вроде еще больше Частота Видеоускорителя Но там почему-то Игры идут лучше Там нет таких тормозов Как здесь И в Geekbench Почему-то цифра За 600 переваливает А здесь 580 Тоже я вот не понял Почему это Почему так произошло Вот По настройкам Давайте я вам сразу скажу У меня стоит прошивка Интернациональная То есть Тоже с этими телефонами Такая получилась Чехарда Несколько версий есть Есть версия для китайского рынка Есть версия для Международного рынка Они отличаются Они отличаются тем Что идет в телефоне Тем что Какие там у вас Языки То есть На китайском телефоне Который вы заказываете С Алиэкспресс Будет китайский софт И будет 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 русский язык Да Но если вы будете обновляться Потом по воздуху Он у вас пропадет Потому что прошивка будет Не с окончанием И Вот видите да У меня прошивка 4542 И У вас будет 4542 А Или 4542 У То есть А вот И это международное На самом деле Из китайской Сделать международное Очень легко И я это сделал И дам вам ссылку Как это сделать То есть Когда вы прошиваетесь На И У вас получается Международный вариант Который продают Уже у нас В магазинах За Какую-то бешеную цену Там практически В два раза дороже Чем заказывать С Китая У вас появляется Русский Там украинский Ну в общем Все языки Пропадают Все китайские программы И У вас Плеймаркет доступен Сразу Не надо его никак Скачивать Там Ну в общем Я вам Крайне рекомендую Если вы заказываете С Китая Именно прошиться На прошивку И И Оставлю ссылку Как это сделать Там все очень подробно Даже там Полнейший чайник Это сможет сделать Вот Дальше Про звук И батарею Звук на этом телефоне Выдается С помощью Вот этого Динамика Здесь Четыре таких Отверстия Кругленьких Что-то такое А-ля Айфон И давайте Я вам сейчас Покажу Вроде у меня Была какая-то Песня Я специально Скачивал Или нет Нет Пожалуй Нет Я ее удалил Наверное Ну-ка Давайте Посмотрим Сейчас Сейчас Попробую Поставить Вон какую-нибудь Музыку Так Ну вот Я скачал Мелодию Специальную Чтобы продемонстрировать Звук Включаю Делаю На максимальную Громкость Музыку Музыка 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 Ну что Хочу сказать Я На самом деле Недоволен Динамиком Этим И многие Это отмечали Он Песклявый Он Какой-то Совсем Вот Знаете Дешевый Дешевый Реально Песклявый Неприятный Давайте Сейчас Еще Поставлю Конечно Хорошо Что он не перекрывается Когда лежит на столе Потому что ему ничто не мешает Звук воспроизводить Но Зачастую Вы вот так вот берете И во время игр Он у вас просто закрывается рукой Либо когда вы записываете видео Вот этот микрофон Который тоже расположен Вот здесь снизу Вы его тоже закрываете Вот так И у вас получается Если вы что-то говорите на видео У вас получается Очень слабый звук Динамик здесь Плохой Реально плохой На троечку Звук с него Ну вот именно с динамика Да Если вы хотите слушать музыку То это не очень Вам понравится В наушниках Звук отличный Наушники нормально Подключаются Все вообще отлично Звук приятный Если сравнивать С Meizu M2 На мини Там динамик лучше Там они видать Эту фишку Просекли Что они Облажались В этой вот модели С динамиком И уже поставили Какой-то другой Но это я потом тоже Сделаю отдельно Кстати видео Сравнение этого телефона С Meizu M2 Mini То есть тоже Часто спрашивают Какой купить этот Или мини версию И еще сделаю обзор Сравнение Вот этого телефона М2 Note Meizu И моего телефона Xiaomi Redmi Note 2 Потому что это тоже Два таких Конкурента У них Сходные характеристики И сходная цена И люди тоже Когда хотят купить себе телефон Думают Какой лучше Meizu или Xiaomi взять Вот Про батарею Батарея здесь Наоборот Меня порадовала То есть видите Здесь что-то Что-то в плюс Что-то в минус То есть телефон Такой получился Неоднозначный Батарея здесь 3100 мАч Она несъемная Как вы видите Ничего не снимается Здесь Чтобы вот эту крышку снять Нужно открутить Вот эти два винтика Батарея здесь Действительно классная Лучше чем В Xiaomi Redmi Note 2 И держит она Стабильно Стабильно День То есть Без подзарядки Я могу его с утра взять Весь день там Ну не весь день Конечно Но в основном У меня вот Вся Практически батарея Уходит Когда я на учебе Что я на учебе Я там играю В игры какие-то Что-то ищу в интернете Что-то по учебе Либо просто Когда скучно Что-то в интернете В социальных сетях Сижу Когда я прихожу домой Он у меня там лежит Я там может В социальных сетях Тоже отвечаю Что-то еще делаю Музыку Может послушаю Вот И хватает И хватает его на день Реально хватает Можно даже протянуть И полтора дня То есть С батареей Здесь реально Ну Нормально Нормально Ну как сказать А это конечно Не долгожитель Но Стабильный хотя бы День есть И это уже хорошо Потому что Уже сейчас Телефоны Уже и день не живут Я уже Свой телефон Заряжаю по два А то и по три раза в день И это меня конечно Уже очень Поддо стало Поэтому такая вот батарея Для меня Это реально Как находка какая-то Я когда им пользовался Очень был доволен Что батарея Так долго держит Ну кстати Вот в начале обзора Да Вы можете сейчас пролистать Вы можете видеть У меня вот На всех телефонах Стоит Проценты батареи То есть Вы можете посмотреть Сколько было в начале И сколько будет в конце Процентов Насколько я телефон посадил И можете посмотреть Тоже по времени Сколько прошло Вот Про звук и про батарею Я сказал Теперь про камеру Камера здесь 13 мегапикселей Апертура 2.2 И фронталочка Здесь на 5 мегапикселей Здесь Все тоже интересно Камера мне Понравилась Больше понравилась Даже чем На ноут 2 На моем Некоторые говорят Что она хуже Но мне показалось Что она лучше Давайте я вам сейчас Покажу примеры Сейчас 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 Так Фотокамера Вот это я не буду открывать Это приложение ВССКО Если вы знаете Это уже отредактированные фотографии Я вам буду показывать Фотографии Чисто которые Не Без всяких Редактирований И все Кстати Оригиналы фотографии В оригинальном там Размере Не сжатые Я скину На Яндекс.Фотки Вы их можете посмотреть Ссылку я тоже Оставлю в описании Ну давайте Начнем С какой фотографии Ну вот это вот Фронталка То есть 5 мегапикселей Она лучше чем На Redmi Note 2 Однозначно Мне она понравилась Вообще отлично Передает цвета И детализация Неплохая Фронталочка Неплохая Дальше Вот я фотал Цветочки Это макросъемка Фотал Основной камеры 13 мегапикселей Тоже мне понравилась Картинка Яркая Сочная Ну детализация Конечно Не идеальная Но Неплохая Это вот При комнатном Освещении Так Вот я фотал Тоже из окна Тоже в принципе Неплохая такая картинка Но конечно Есть смазы Вот видите Дом Здесь вот уже Вся текстурка Смазанная Но это Бюджетная камера Если не увеличивать То вот Допустим Если вы хотите Просто в инстаграм Залить Там никто же не увеличит Там нельзя увеличивать Или просто Социальную сеть Какую-то Если вы Непрофессиональный Фотограф То вот такая фотография Очень даже Неплохо смотрится Все естественно Все так живенько Красиво Текст Текст Смотрите Как фотает Есть тоже Шумы небольшие Но в принципе Все видно И по бокам Тоже Мне показалось Что по бокам Немножко здесь Неравномерно Фокус То есть видите Да здесь Более замылено Как-то Здесь более четко Видите Да Вот здесь тоже Сбоку немножко Она Замылена Тоже неплохой результат Видите Я газету фотал На каком расстоянии В принципе Все вот эти вот Статейки Можно разглядеть Тоже макро Фотограф Ручку Передач Руль Вот эта фотография При плохом освещении Конечно Есть шумы Да Вот если посмотреть Сюда Смотрите Сколько шумов Ну так В принципе Тоже Ну Нормально Вот макро Тоже при плохом освещении Видите Перегу Фотал Так Это вот я себя Тут Фотал Это вот Тоже макро Что еще тут интересно Вот тоже смотрите Фронталка Ну вообще Неплохая фронталочка Очень-очень мне понравилось Смотрите Текстура шапки Видна Как хорошо То есть Для Селфи Нормально подходит Единственное Что мне не понравилось Здесь Немного Это Снег Снег Вот сейчас зима Снег залезает Все время в кадр На некоторых фотографиях Он получается Слишком каким-то Таким ядовито-белым То есть А на некоторых Он получается Каким-то Синеватым Больше в синеву Какой-то уходит То есть Вот эта камера Она немножко Цвета Как бы Завирает Она То есть Сделает их Более насыщенными Вот так Более красивыми Вот Кому-то это Понравится Кому-то нет Но В целом Вот это Фотал я С этой Вообще В темноте В полной Это Работа Я проверял Как работает Двойная вспышка В сравнении С одинарной Здесь реально Фотография Получилась Более теплого цвета Это кот Так Это вот Я фотал Тоже Макро Стебель Вот тоже Макро То есть Фотокамера Мне реально Понравилась Вот смотрите Какая классная Получилась фотография Мне нравится Здесь вот Листик Вот этот Тоже достаточно Неплохая детализация При макро И знаете Что мне еще Понравилось То что здесь Вот Ночная съемка Здесь есть Много фишек В самой камере Вот например Смотрите Что вы видите Вы видите Кулак И стену И фокус Направлен на стену Видите Да Здесь все Ну все видно А кулак Размытый А можно Сделать Например Вот так Вот Сейчас я вам покажу Нажимаете на кулак У вас Получается Кулак в фокусе Нажимаете на стену То есть Есть такой режим При котором Вы можете Сфотографировать А потом уже Фокус изменить Ну это прикольно Я считаю Конечно на практике Не знаю Это кто будет применять Но Вот такой вот режим Есть Он реально работает Видите Да Нормально Есть вот такая вот Фишечка Вот видите Да Ну какой-то снежок Он более синий В синеву уходит Такое есть Но камера Мне реально понравилась Так Так Все оригинальные Эти оригиналы Я скинул Я уже говорил Там можете Сами скачать Посмотреть Так Видео Видеокамера Давайте еще Скажу про видео Ну видео Здесь не очень Камера Потому что Она При плохом освещении Проседает Количество кадров Как у всех Бюджетных камер Становится Картинка Такими Прерывистыми Этими Идет Картинками То есть Ну можете Тоже будете Посмотреть Я Наверное Скину Пример Видеозаписи Вечером То есть Если снимать Видео То только В хорошем Освещении Вот Так Про камеру Все ли я сказал Наверное Все что хотел Да Давайте Сейчас покажу Еще само Приложение Камеры Вот Вот так Оно Выглядит Здесь Смотрите Какая Есть Фишка Здесь Есть Вот Такой Вот Уровень Видите Да Он Регулируется Вот этот Голубой Есть Уровень Есть Замедленная Съемка То есть Таймлапс Или как Она Называется Таймлапс Допустим Для каких Там Спортивных Событий Если вы Там Прыгаете Или что Снимаете На этот режим Очень Красиво Получается Потом Видео Есть Сканер Сразу Тоже Встроенный Смена Фокуса Это О чем Я говорил Делаете Фотографию Потом Можете Фокус Уже Менять Панорамы Я не Проверял Потому что Панорамы Редко Делаю Режим Портрета Мне Не Понравился Здесь Вы Допустим Фотографируете Человека Можете Ему Сделать Больше Глаза Либо Закрасить Ему Прыщи Но Это Получается Не Совсем Естественно Есть Вот Этот Интересный Ручной Режим Который Многие Отмечали Здесь Можно Поменять Выдержку Сделать Какие Фотографии Как Знаете Фризлайт Светом Делают Какие Композиции Можно Машины Которые Едут Красиво Сделать Чтобы У них Фары Тянулись Свет От Фар Это Можно Здесь Все Сделать ISO Регулируется Но Это Понятно Экспо Коррекция И Ручной Еще Фокус Есть Допустим Сейчас Смотрите Рука Я Передвигаю Бегунок Вот Он Сфокусировался На Пальцах То Есть Тоже Можно Все В ручных Настройках Поиграться Это Хорошо Что Здесь Все Есть Но Что Мне Не Понравилось Это Смотрите Допустим Я Фотографирую Всегда С Сеткой Вот Я Включаю Она Появилась Вы Допустим Очистили Все Из Памяти Заходите В Камеру И У вас Сетка Исчезает Ее Нужно Опять Включать Почему Она Не Сохраняется Я Не Знаю При Этом Уровень Размер Раздел Замера Экспозиции Он Остается То Смотрите Еще Такая Фишка Вы Сфокусировались И Можете Экспозицию Менять С помощью Этой Штуки Более Темную Область Более Светлую То То есть Тоже Удобно Сделано Но Вот Сетка Почему То Пропадает С камеры Камера Хорошая Реально Хорошая За свои Деньги Это Наверное Самый Телефон С лучшей Камерой За свои Деньги Прошивка Теперь поговорим Про Прошивку Операционку Саму Здесь Стоит Флайм Так Что-то Мне Кто-то Там Написал Здесь Стоит Флайм Флайм Версии 4.5 И Вскоре Здесь Будет Пятый Флайм То есть Скорее Всего Они Сделают Даже Android 6 Сюда Здесь Сейчас Стоит Android 5.1 Скорее Сего Будет Android 6 И Флайм Мне Понравился Мне Он Больше Даже Понравился По Дизайну Чем MIUI Но MIUI Она Удобнее И Как-то Уже Привычнее И Более Понятное То есть Вот Здесь Мне Нравятся Иконки Сами Обои Вот Это Сама Вся Стилистика Настроек Здесь Мне Это Все Нравится Она Более Такая Стильная MIUI Она Более Детская Какая Там Все Так Ну По Детскому Здесь Все Более По Взрослому Так Ну Реально Стильно Все Вот Эти Значки Мне Они Понравились Но Как И Что Вам Больше Нравится Вот Эти Красивые Иконки Либо Удобство Вот Но В принципе Так Вот Мне Она Реально Понравилась Она Шустрая Красивая Вот Смотрите Тут Папочки Тоже Есть Есть Обновление По Воздуху Но У меня Сейчас Самая Последняя Версия Стоит То есть Никаких Проблем С ней Нет Прям Таких Явных Глюков Чтобы Что-то Тормозило Или Нет Все Нормально Про Кнопку Я хотел Сказать Еще Забыл Смотрите Кнопка Имеет Очень Много Функций Можно Сюда Поставить Голосового Помощника На Китайской Прошивке Можно Поставить Чтобы Он Блокировался Нажатием Долгим Также Наверное Все Знаете Что Кнопка Имеет Два Действия Это Вот Такой Вот Назад Либо Ну Я Не Совсем Хорошо Показал Давайте Сейчас Как-то По-другому Я Вам Покажу Ну Вот Например Вот Смотрите Я Просто Касаюсь Он Выходит Назад А Если Я Нажимаю То Он Выходит Домой Но Вот Этот Вот Щелчок Вот Его Надо Было Убрать Думаю Он многих Людей Раздражает Так же Как и Меня Вот Он Прям Очень Громкий Не Зна Вот Про кнопку Хочу Сказать То Что Она Многофункциональная И К ней Можно Быстро Привыкнуть Я Привыкнул Но Все Таки Вот Эти Клавиши Удобнее Когда Их Три Они Сенсорные Гораздо Удобнее И Гораздо Быстрее Вот Это Все Происходит Использование Телефона Когда У вас Три Кнопки Чем Вот Эта Чем Одна Потому Что Не Всегда Реально Срабатывает Не Всегда Срабатывает Блокировка Вот Такая Долгим Удержанием Иногда Бывает Знаете Как Что Просто Ее Касаешься А Он Делает Два Действия Назад То Он Назад И Еще Раз Назад Почему Ты Когда Один На 90% То Что Вы Хотите Сделать С ней Вы С ней Сделайте В 10% Она Сделает Что Другое Либо Не Отреагирует Либо Сделать Что Другое То Есть Она Прикольная Она Интересно Выглядит И Телефон Сразу Как С ней Смотрится По Другому Да Но Вот Эти Три Кнопки Они Реально Удобнее Но Лично Для Меня Так Ну И Все Наверное Заключение Мне Понравился Очень Телефон Он Очень Интересный Во-первых Мне Понравилась Камера Понравился Внешний Вид В принципе Понравилась Сборка Сам Вот Эта Вот Сама Передняя Часть Потому Что Она Реально Интересная Понравилось Что Он Удобно Лежит В руке Он Небольшой Относительно Небольшой Своего Дисплея То Реально Нормальный Носитель В карман Влазит И Сама Оболочка Мне Тоже Понравилась Она Красивая Ей Приятно Пользоваться Каждый День Экран Понравился Вот Мне Понравился Динамик Мне Понравилась Кнопка Не Понравилось То Что Здесь Вот Этот Лоток Болтается И Он Еще И Гибридный То Сюда Нельзя Вставить Две Симки И Карту Памяти Как Я Допустим Хотел Бы Ну Что Еще Не Понравилось Ну И Вот Эта Кнопка Сама Не Понравилась То Что Я Хотел Чтобы Здесь Было Три Кнопки Сенсорных Как На Xiaomi Redmi Note 2 Ну И Динамик Тоже Что Динамик Этот И Вот Этот То Что Он Вырезан Ну И Пожалуй Все Конкурентов На самом деле У Этого Телефона Много Ну Во Первых Это Телефоны Redmi Note Второй Третий Также Он Конкурирует Наверное Этот Телефон Со Своим Младшим Братом Meizu M2 Mini Что Еще Там Есть Там Куча Всего На самом деле Там Lenovo K3 Note Какие Ноунеймовские Китайцы На Snapdragon 801 Там Ficom Какой То есть И Уни То есть Много Различных Сейчас Компаний Asus Zenfone 2 Он Правда Немножко Подороже Чем Этот Телефон Ну Примерно По Характеристикам Похож За 130 Долларов Вот Сейчас Примерно Продают Плюс Минус 10 Долларов И Я Считаю Что Это Неплохой Вариант Если Вам Нужен Какой Стильный Телефон Красивый С Хорошей Камерой То Вам Стоит Брать Вот Ну А так Если Вы Хотите Там Сравнений Каких То Ждите Следующих Видео Я Сравню С Redmi Note 2 С Meizu M2 Mini Вот Так Что Все На этом Все Пожалуй Я Закончу Свой Честный Обзор Ставьте Лайки Спасибо За Просмотр И Всем Пока